Говорят, когда возвращаешься в город детства, детство возвращается к тебе. Со всеми счастливыми воспоминаниями, ощущением теплоты и ласковых маминых рук, запахом свежего, ароматного хлеба и нетерпеливым ожиданием встречи с друзьями. Все мы взрослеем, у нас разные профессии и разный жизненный путь. Но эти драгоценные воспоминания из самого счастливого и безмятежного времени всплывают перед глазами и отражаются на лице. Стоит лишь вернуться домой. Вот приближаемся к нам. Конечно, эмоции так зашкаливают, что сердце может на самом деле просто лопнуть, наверное. Вот я вижу уже наш дом. Ой, господи. Представьте, да, вот оттуда вот это наш дом. Отсюда была видна вот эта дорога. И все, ну мама, бабушка, все вот отсюда так поднимались. Я с окна уже видел, когда, например, бабушка идет с работы или купили алчу, или еще что-то вкусненькое. Возможности видеть все это Фуат Ибрагимов лишился на долгие 30 лет. Но вот забыть так и не смог. До мелочей, до мельчайших подробностей до сих пор он помнит почти каждый день, проведенный в родном городе Шуша. Печально, но среди них есть и те, вспоминать о которых совсем не хочется. Все наши соседи собирались у нас в подвалах, чтобы беречься от всего, что ночью творилось. Все эти обстрелы, обстрелы, ракеты. Поначалу вообще было ракеты «Катюша». А потом вот чем дальше, тем хуже становилось, когда уже град летел. Этот шум до сих пор, я помню, все трясло, все сильно кричали, боялись, потому что на самом деле звук устрашающий был, невероятный. Так вот, мы, кстати, однажды утром, проснувшись, не проснувшись, точнее, выйдя из подвала, с детьми пробежали и увидели, что здесь буквально 20 метров от нашего дома взорвалась ракета, и вот у него была небольшая постройка, все было разрушено. А вот это наш дом, это все, что от нашего дома осталось. Это, конечно, видеть очень сложно, но в то же время это такое родное. Вы представьте себе, что под этим построением, под этим зданием был подвал, 2 метра глубиной, и все наши соседи собирались именно у нас, потому что это было такое место, где люди себя на самом деле безопасно чувствуют. Безопасность для города – не просто слова. Шуша с ее неприступными крепостными стенами долгие годы была столицей Карабахского ханства. Основателем еще в 1750 году стал его правитель – Панахали хан. Местность на горе, окруженную скалами, он выбрал не случайно. Шуша, находясь на возвышенности, имеет панораму на крупнейшие города и села Карабаха. Долгое время неприступную крепость на скале не мог одолеть ни один, даже самый искусный военачальник. К 1795 году здесь проживало более 10 тысяч человек. Шуша стремительно развивалась и быстро превратилась в один из крупнейших экономических центров Карабахского ханства и всего Азербайджана. Она славилась своей богатой культурной жизнью, великолепной архитектурой, ремесленничеством. За время нахождения Азербайджана в составе СССР Шуша прославилась как крупный промышленный город. На ее территории размещались производственный комбинат, ткацкий цех Карабахского шелкового комбината, фабрика по изготовлению восточных музыкальных инструментов. Для жителей и гостей Шуши работали санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, турбазы. В учебных заведениях города готовили специалистов в области сельского хозяйства и педагогов. В городе действовало большое количество различных литературных и музыкальных обществ, функционировала Шушинская школа Мугама. В 1977 году Шуша получила звание города-заповедника и продолжала развиваться, привлекая большое количество туристов. Под защиту государства попали азербайджанские исторические памятники. На территории города стали открываться мавзолеи и музеи известных личностей Азербайджана. Период расцвета и развития закончился с конфликтом в Карабахе. Тогда армянское население, радикально настроенные группировки проводили митинги, атаковали мирных азербайджанцев, пытались разрушить памятники национальной культуры. Необоснованные территориальные претензии переросли в полномасштабную войну, переломным моментом в которой стала оккупация города Шуша. С 8 мая 1992 года Шушу не могли посетить гости и ее коренные жители, совершить прогулку по городу, полюбоваться его достопримечательностями. Главной целью оккупантов было стереть все следы богатой азербайджанской культуры, которой буквально пропитана Шуша. За 28 лет большинство достопримечательностей, дома известных деятелей искусства превратились в развалины. После победы Азербайджана в Карабахской войне 2020 года вернуться в родной город смогли уже их потомки. Депутат парламента Азербайджана Рамин Мамедов покидал родной город в 13 лет, вернулся обратно в 43, на свой день рождения. Вы знаете, для меня самым важным местом в этом городе является вот эта школа. Почему? Хороший вопрос. Ведь так много исторических, важных мест в этом городе. Как-никак наш дом, те места, куда я ходил, где я становился как личность. Ну, в этой школе я научился делать первые шаги в жизни. Я научился писать, я научился читать, я научился понимать, что такое жизнь, как справляться, какие задачи себе ставить. В целом я проходил путь первых шагов в жизни. И, конечно, все эти годы, с момента того дня, как я покинул этот город, я мечтал о том вернуться не только в этот город, а непосредственно вернуться в вот эту школу, вернуться в свой класс. И очень надеялся, что я его застану целыми невредимыми. И, конечно, первый взгляд, первое ощущение, когда я приехал в уже освобожденный город Шуша, я первым долгом посетил вот это место, стоял перед этой разрушенной армянскими вандалами, варвами этой школы. И, конечно, мне было до боли обидно, что сегодня эта школа – историческое здание в таком плачевном состоянии. В Шуше историческую ценность представляют даже такие, казалось бы, неприметные постройки. Здесь свой особый орнамент, особый камень из крепостной стены. Интересно, что город был разделен на 17 кварталов – Махалля. Каждый из них имел свой общественный центр с площадью, на которой размещались мечети, школа или университет, своя баня, торговый центр и родник. Тротуары были покрыты крупными прямоугольными каменными плитами. Дома в Старой Шуше были в основном усадебного типа. Все они имели фруктовые сады и были обнесены каменными заборами. Армяне, утверждая, что они не пришлый народ, заявляют, что до них в Шуше жили динозавры. С усмешкой рассказывает заслуженный артист Азербайджана, известный КВНщик Таир Иманов. «Уж лучше бы динозавры здесь и остались», – качает он головой. «Такого вандализма они бы точно не совершили. Он показывает мне улицу, которая некогда была выложена булыжником. Сейчас от него ничего не осталось. После оккупации из города вывозилось все, что можно было продать. Таких предметов, к слову, было немало. Каждая деталь, орнамент так органично переплетались друг с другом, составляя неповторимый образ зажиточного и цветущего города. В дом своего знаменитого дедушки впервые за почти 30 лет Таир Иманов вернулся в мае 2021 года. Но даже спустя долгие годы разлуки он помнит каждую улочку и каждый поворот. С энтузиазмом, почти по-детски, делясь сокровенными воспоминаниями и обнаруживая следы прошлого. Но чем ближе мы подходим к дому, тем серьезнее становится выражение его лица. А детской гривости не остается и следа, и, словно выдыхая, вырываются слова «Я дома». Извините. Проходите. Здесь была наша лестница, знаменитая Г-образная лестница. Вот отсюда, значит, мы поднимались, там была площадка, а оттуда уже вот на второй этаж. Видите? Здесь у моего дедушки очень много фотографий со знаменитостями, потому что это был не просто дом, это был настоящий очаг культуры. Каждый человек, который приезжал в Шушу, он понимал, что в доме Сулеймана Лискерова его примут как настоящего гостя. По-другому и быть не могло. Сулеймай Ювич, он, во-первых, уже был в курсе того, кто приезжает сюда. Он считал своим долгом пригласить каждого. Однажды, когда великий маэстро Ниази приехал со своим синхроническим оркестром Хан Кянды на очередные концерты, дедушка узнал об этом. Он позвонил и пригласил его. Ниази сказал, что я не смогу, я не один. Я, говорит, с оркестром, он говорит, я приглашаю тебя и весь оркестр. И весь оркестр поместили вот на нашем знаменитом балконе, на котором помещалось около тысячи человек. Вот, смотрите. Так что это не просто дом. Это дом под названием «История», в котором прошли, наверное, лучшие годы моей жизни. И я каждый раз, когда возвращаюсь сюда, я возвращаюсь в свое детство. Я возвращаюсь... Я возвращаюсь к дедушке, бабушке, к дяде своему покойному. Как можно было это вообще все... Ну, не знаю. Я каждый раз, вы знаете, я хочу какое-то все-таки объяснение найти этому, да. То есть... Не поддается никакой логике. Просто не поддается все. Неописуемые эмоции вызывает даже обычный камень посреди двора. Из таких в Шуше строили дома, объясняет он мне. Камень – часть знаменитых шушинских скал. Тут Тайрыманов замечает остатки кафеля в разрушенной бане. Дедушка их лично подбирал. Так же, как и краску, которая до сих пор сохранилась на небольшом внутреннем заграждении. А чуть дальше – часть скамьи, буквально зарытая в землю. На этой скамье он, будущий заслуженный артист Азербайджана, провел так много вечеров, вдыхая прохладный шушинский воздух и демонстрируя свои первые сценки и заготовки самым благодарным зрителям – своей семье. Из города Шуша его семье пришлось уехать, когда ему было 14. И хоть героям нашего фильма удалось вернуться в родной город, самыми первыми за 30 лет Шушу увидели военнослужащие спецподразделений. Операция по освобождению города считается одной из самых сложных в военной истории. Ее тонкости, детали, планирование и исполнение изучают в ведущих военных учебных заведениях. Освобождали город на вершине скал, разделившись на три группы. Одна вела бои, спустившись с высоты Кирс, со стороны трассы Лачин-Шуша. Другая – с направления села Шушакянд, неподалеку от знаменитой шушинской тюрьмы. Третьей группе выпала самая сложная задача. Наступали они с села Дашалты, что на подступе к Шуше, взбираясь по отвесным скалам. Остановить их пытались непрерывным обстрелом. Находясь на высоте, армянские военные патронов не жалели. Следы от пуль здесь можно увидеть и сегодня. Артиллерию Азербайджан не применял намеренно, чтобы не разрушать любимый, богатый своим культурным наследием город. Все бои велись стрелковым оружием. Разведку и огневое прикрытие оказывали беспилотные летательные аппараты. В боях в Зашушу, в частности, использовались гузгоны и хоропы. Когда азербайджанские военнослужащие зашли в город, начались уличные бои. Шуша для нас имеет важное историческое значение. Я испытываю гордость, что сражался за этот город. Мы участвовали в боях за Физули, Джабраил и Ходжавент. Когда подошли к Шуше, погода была пасмурная, туманная. Для военнослужащих спецподразделений это хорошие условия для боя. Словно земля сама нас приветствовала, своих хозяев. Сначала мы очистили от противника окрестности, ночью зашли уже на эту улицу. В темноте трудно было понять, что это за дом. Тогда мы не знали, что это усадьба великого певца Бюльбюля. В качестве укрытия выбрали соседнее здание. После того, как личный состав был размещен в относительно безопасных блиндажах, мы отобрали бойцов для ведения надзора и наблюдения. Майор Гусейн Гулиев вместе с товарищем вернулся сюда. Это была ближняя разведка. Мы старались передвигаться тихо, так как не знали, что нас ждет впереди. На рассвете, примерно часам к 7-8, начался массированный артобстрел. Снаряды сыпались как град. Один из них разорвался менее чем в 10 метрах от нас. Но блиндаж был хороший, устоял. Обстрелы стали интенсивнее. Гаубицы, минометы. Мы поняли, что здание, где мы прятались, долго не продержится. Аналогичная ситуация была у группы майора Гусейн Гулиева. Древние здания не выдерживали массированных обстрелов и рушились на глазах. Мы нашли укрытие в другом здании, под бетонными плитами. Но майор Гусейн Гулиев остался здесь. Вновь начался обстрел, и мы оказались оторванными друг от друга. Мы заранее определили координаты с майором Сафаровым, распланировали действия наших групп на особый случай, знали, где мы встретимся. Когда майор Сафаров спустился вниз, я, поняв, что это дом великого Бюльбюля, решил зайти сюда и посмотреть, в каком он состоянии. В этот момент начался обстрел. И прямо перед моими глазами осколок от миномета повредил этот памятник. Артиллерия целилась в исторические здания. За долгие годы оккупации они изучили все координаты. Здесь дом нашего известного певца Бюльбюля, он был в разрушенном состоянии. Если пройтись по Шуше, вплоть до мечети Гёвхарага, можно увидеть следы артиллерийских обстрелов. Мы старались от них укрываться, защищая личный состав. При этом укрепляли свои боевые позиции. Многие из этих бойцов про Шушу слышали лишь по рассказам старших, видели на фотографиях, в видеохронике. Сами они впервые увидели город во время боев за его освобождение. Находясь здесь, они осматривают каждую улочку, каждое здание с большой любовью и трепетом. Но это уже следы не 30-летней давности. Здесь они сражались, здесь теряли своих боевых товарищей, здесь отвоевывали свои территории, чтобы вернуться домой уже навсегда. Когда мы вошли в Шушу, была глубокая ночь. Здесь было наше основное укрытие. Мы прошли мимо мечети Ашах и Гёвхарага. Тогда я сказал майору Сафарову, здесь мы должны водрузить флаг. Я участвовал в нескольких боевых операциях и всегда в нагрудном кармане я хранил азербайджанский триколор. Всю жизнь я мечтал о том, что буду участвовать в операции по освобождению города Шуша. Этот флаг майор Гусейн Гулиев хранил еще со времен учений. Много раз рассказывал мне про это. И вот в ночь на 8 ноября мы изучили территорию, проходя мимо мечети. Решили водрузить флаг именно там. Конечно, мы соблюли все необходимые меры безопасности. Когда хотели повесить флаг на дверь, поняли, что не достаем. Я тогда сказал майору Сафарову, взбирайся мне на плечи, потому что мы хотели водрузить флаг как можно выше, чтобы было видно издалека. После того, как мы закрепили там флаг, мы посмотрели на мечеть. В нее попало несколько снарядов. Внутри был хлев, держали свиней. Первым желанием было задержаться, но нужно было идти дальше, выполнять наше задание. Но нас переполняли чувство гордости, что мы смогли над нашим историческим религиозным памятником водрузить наш флаг. Мы с майором Гусейн Гулиевым прошли вместе боевой путь, участвовали в освобождении многих населенных пунктов. Но он бережно хранил азербайджанский флаг. Каждый раз говорил, я храню его для шуши. Мой отец участник Первой Карабахской войны, ветеран. Он мне очень много рассказывал про шушу. И у меня с детства сформировалось представление об этом городе, о его крепостных стенах. Но я не вдыхал этот воздух, не ступал на эту землю, не пил воды. Я знал, что буду участвовать в боях за освобождение шуши. И с Божьей помощью это произошло. Сегодня в Шуше азербайджанский триколор развивается почти над каждым зданием. А над знаменитой шушинской крепостью уже стоит настоящее, исконное название города – Шуша. Почти 30 лет азербайджанские территории, находившиеся тогда под оккупацией, пытались арменизировать, стереть все следы азербайджанской принадлежности. На древних албанских церквях выбивались кресты, на памятниках стирались присущие азербайджанской культуре орнаменты, изменялись топонимы, переименовывались районы и крупные города. Довести до конца эти преступные планы, к счастью, не удалось. 8 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила город Шуша от армянской оккупации. Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами, поздравил азербайджанский народ с этой победой, которая впоследствии привела к капитуляции Армении. Азербайджанская армия освободила город Шуша. А день освобождения стратегически важного города Шуша стал торжеством героического духа азербайджанского народа и вошел в историю страны как День Победы. Начался новый, не менее важный этап – восстановление. Наряду со строительством инфраструктуры ведется реставрация памятников истории и культуры. Сегодня в Шуше, объявленной культурной столицей Азербайджана, реализуются масштабные проекты по восстановлению исторического облика города. Посмотрите на эти ворота. Ну это же шедевр. Это шедевр нашей архитектуры. Посмотрите, как выполнена работа вообще. Вот эта арка, она же везде. Это как бы тоже элемент шушинской архитектуры. Ну вот обязательно постучались, обязательно без всяких звонков, без всяких домофонов. Просто обычная железка, и все знают, что кто-то пришел к тебе в гости. Вот он, шедевр. Вот оно, качество работы. Более двухсот исторических памятников будут восстановлены, включая уже проделанные работы, такие как реставрация бюста великого поэта Моллы Панахова Гифа и музейно-мавзолейного комплекса, открытие Дома-музея оперного певца Бюльбюля и статуи выдающегося композитора Узира Гаджибейли. Реставрация коснется исторических, религиозных и архитектурных памятников. Все это предусмотрено в генеральном плане города Шуша, представленном президенту страны. Внимание уделяется и созданию улично-дорожной инфраструктуры в городе. Помимо существующих дорог протяженностью 36 километров, планируется построить свыше 17,5 километров новых дорог. Ожидается, что жизнь здесь будет более активной и оживленной. Появятся четырех-пятиэтажные жилые здания и деловые центры. К 2040 году численность населения города Шуша планируется довести до 25 тысяч человек. Также при разработке плана предусмотрено создание зеленых коридоров в соответствии с рельефом. Словом, делается все, чтобы подготовить город для комфортного проживания. При этом сохранение его самобытности и исторического наследия стоит на первом месте. Депутат Рамин Мамедов уверен, что в этом нелегком деле будет учитываться мировой опыт. Вопрос восстановления городов, которые пострадали от активных боевых действий, он, скажем так, имеет большой исторический опыт. Мы знакомы с теми практиками, которые имели место, особенно на европейском континенте после Второй мировой войны. Мы знаем, как застраивались, восстанавливались города на территории Польши, Украины, Белоруссии. Где-то приоритетом становилось восстановление исторического облика, а где-то как раз-таки наоборот, с учетом масштабности разрушений, город восстанавливался с учетом современных требований. Мы можем привести Минск, Киев, которые по-разному восстанавливались. И я думаю, с учетом размера этого города и в то же время исторической нагрузки приоритетом должно быть восстановление в первую очередь исторического наследия, того облика, который существовал до оккупации, до вот этого полномасштабных разрушений. А вдобавок ко всему, конечно, привнести современные элементы. На примере города Баку мы знаем, что очень удачно это получилось. Мы, в принципе, сохранили исторический облик города, сохранили те памятники культуры и истории, которые существовали, очень грамотно и правильно реставрировали, и в то же время развивали город с учетом современных требований. Но, конечно, Баку – это мегаполис азербайджанский, там совершенно другие законы градостоятельства. Шуша сегодня с учетом вот этого 30-летней оккупации и внимания мировой общественности, как Азербайджан будет восстанавливать свои территории, однозначно будет идти немножко по иному пути. Какой будет обновленная, возрожденная Шуша, наши герои могут пока лишь представить. А пока каждый из них делает как можно больше фотографий. Очень долго снимки были единственным напоминанием их детства, проведенного в Шуше. При этом они уверены – новое дыхание, которое азербайджанский народ вдохнул в освобожденный от оккупации город, станет ренессансом культурной столицы. К слову, не только Азербайджана, но с 2023 года всего тюркского мира. Сегодня в Шуше уже проводятся крупнейшие мероприятия – международные фестивали. Возрождаются традиции – Дни поэзии Вагифа, музыкальный фестиваль Хары Бельбюль, который еще до оккупации проводился на Джадыр-Дюзю, одном из красивейших мест Карабаха. Именно с этого плато в 1992 году военный вертолет эвакуировал жителей осажденного города. Среди тех, кто одним из последних покинул город, был Фуат Ибрагимов. Я помню, как каждый день утром, выходя из подвала, в котором ночь проводили, думали, будет как и вчерашний день или позавчерашний, но в этот день пришли солдаты. Честно говоря, мой дядя в то время воевал, и он как раз пришел, что срочно покидайте, все должны уехать. И вот он нас сюда проводил. К сожалению, он скончался. Позже он был ранен. Кстати, да, вот это все очень грустно вспоминать. И все уезжали в совершенно недоумении, потому что все-таки до последней секунды никто не верит, что это может случиться. Поэтому очень были все взволнованные, очень переживали. И уезжали все, понимая, что это не конец, а мы уезжаем и вернемся. То есть не могли никак себе представить, что это может быть конец. И представьте себе, спустя 30 лет, ну, почти 30 лет, да, вступать на эти земли и дать здесь концерт. Как вы знаете, прошел здесь бесподобный, на самом деле, в прямом смысле этого слова, бесподобный фестиваль «Хары-бель-бель», где участвовал наш президент, первая леди, много деятелей культуры. И звучала наша бесподобная музыка, выступали наши звезды, корифеи. И все это как в сказке было. Просто я, например, много выступал до этого в разных странах с разными оркестрами, с разными музыкантами. Но в тот день это волнение, которое здесь мы каждый ощущали, это, конечно, было, наверное, но лично у меня первый раз такое было волнение. Я даже первый раз, когда вышел как дирижер на сцену, так и волновался, как здесь на «Хары-бель-бель». Дирижер Фуат Ибрагимов уверен, что война 2020 года показала единство азербайджанского народа. Ведь ноты только вместе могут создать прекрасную симфонию. Но каждый из этих нот по отдельности, каждый человек, каждый шушинец своей любовью и тоской по городу своего детства приближали эту общую победу и эти прекрасные дни воссоединения с родным домом. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok